Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Несмотря на обильные дожди, которые идут на территории края всю эту неделю, в регионе введут режим ЧС из-за засухи. Решение принял губернатор. Засушливая погода с апреля по август привела к сложной обстановке на сельскохозяйственных полях. Это может отразиться и на урожае, и на заготовке кормов. По данным Краевого Минсельхоза, в критичном состоянии находятся естественные кормовые угодья в степных районах. Режимы ЧС уже ввели в Благовещенском, Кулундинском, Табунском районах и Славгороде. Сложная ситуация наблюдается также в Павловском, Завьяловском, Тогульском районах. Режим ЧС распространят на все остальные муниципалитеты. Он позволит смягчить последствия засухи для хозяйств. Кто за эту прохладную неделю вдруг забыл, жара этого лета действительно бьет. Рекорды в июне на некоторых территориях края аномальные температуры были превышены за весь период наблюдений. Какими будут последние недели лета, есть ли прогнозы на осень? Об этом нам рассказали в Алтайском гидрометцентре. Очень жарко, но у меня в Затоне, смотрите, какие яблоки выросли, огурцы, баклажаны, малина. Ну, сад вообще обалденный. На этот рынок мы приезжали два месяца назад в плюс 40 градусов. Покупатели выстраивались в очереди за живительным квасом. Только на этой точке в тот день продали почти 500 литров. Вот уж кто точно рад жаркому лету, так это неугомонные дачники. На огороде в жару люблю работать все равно. Да. А как же можно в жару на огороде работать? Я даже не замечаю. Я приеду на дачу, и день пролетает. Синоптики говорят, что это лето выдалось уникальным. В июне в основном господствовал антициклон, который принес аномальную жару. Июнь и июль по своим температурным показателям превысили норму. Июнь на 2 градуса, июль на 1-3 градуса. 7 июня были превышены очень по многим станциям аномальные температуры, максимальные, за весь период наблюдений. И если брать сам период, вот это получается 9 дней, такого продолжительного периода жаркой погоды за всю историю наших наблюдений, не фиксировалось. А наблюдения, между прочим, проводятся с 1838 года. Кстати, несмотря на сегодняшние плюс 15, в августе нас еще ждут теплые дни. По тому, что видится на ближайший период, получается, что весь остаток августа будет достаточно близким по температурным показателям к средним многолетним значениям. Сегодня, если говорить, то центр циклона практически над нами. И этот день будет, скорее всего, самые низкие ночные и самые низкие дневные температуры. И у нас начнет потихоньку теплеть, и осадки будут уменьшаться. А уже на конец августа в регионе ожидают заморозки до минус 2 градусов. На сентябрь есть только предварительный прогноз. Первый месяц осени будет близким к норме, с недобором осадков. В первой декаде ожидается достаточно прохладная погода. А вот периоды тепла наступят с 15 по 25 сентября. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. К другой теме. В Барнауле прекратил работу бесплатный тренажерный зал для инвалидов. Хотя официально его никто не закрывал, ребят попросили покинуть муниципальное помещение. Связано это с тем, что клуб находится в подвале, где проходят трубы с горячей водой. И это небезопасно. Пока помещение ребятам не предоставили. Это сложный процесс. Но надежду инваспортсмены не теряют. С ними общалась Анастасия Дороган. Пожим рожи, потяги. Сколько отжали? Максимум 115. А вы уже не привыкли к первым местам? Наверное, скучно? Конечно. Я хочу заниматься спортом. Михаил бережно держит кубки. Семь лет он тренировался в клубе инвалидов и инваспорт, расположенном в подвале дома. Все эти люди – спортсмены. С ДЦП, постампутационными дефектами конечности, после онкологии, ментальными заболеваниями. В специальном зале тренировались десятки человек. Но весной их попросили покинуть помещение. В подвале у нас проходят вдоль всего помещения транзитные трубы. Находиться никакие спортивные клубы в таких помещениях не могут. Из-за потенциальной опасности уже несколько лет тренажерные залы не рекомендуют размещать в подвалах. Инваспорт располагается в цокольном этаже с 98-го года. Сами делали здесь ремонт, докупали тренажеры. Один тренажер нам пришлось распилить, иначе он никак не проходил ни в одни ворота. Это его пришлось сдать на металлолом? Нет, его мы оставили. В основном сдали, чтобы не такое дорогое, это лавочки. Общая площадь зала почти 500 метров. На них размещались тренажеры и душевая, просторные раздевалки, специально оборудованный туалет, кухня для приема пищи и таблеток. Трубы с горячей водой спрятаны под ДСП. Это транзитные трубы, они проходят по периметру всего клуба, и, собственно, из-за них вас и попросили съехать. Но решение могло бы быть. Вот каким оно могло бы быть? Защитная зона от труб 3 метра. То есть никаких предметов не должно находиться. Где-то вот по этой линии? Больше. 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 Там буквально метр, наверное, остается. Поэтому заниматься террисным столом можно не поставить, да? Бесполезно. Подвал – муниципальная собственность. Все эти годы клуб арендовал его безвозмездно, оплачивая лишь коммунальные услуги. Инвалиды занимались спортом бесплатно. Вот сейчас нету Саши Козина, такой серьезный ДСП, то есть он ходить не мог. Со временем он ходил в тренажерный зал, занимался лыжами, то есть выступал на чемпионате России, ну и начал ходить. Сидя дома, в четырех стенах, ну, начинаешь замыкаться как-то, ну, не уверенно себя чувствовать. Отучился, да, работаю тренером как раз побочи. На территории города Барнаула осуществляют свою деятельность 13 муниципальных учреждений дополнительного образования подведомственных комитет по физической культуре и спорту города Барнаула. На сегодняшний день в данных учреждениях отсутствуют свободные помещения для размещения в ФОК и Инваспорт. А на оплату аренды сообщили в мэрии. В бюджете города средств нет. По словам директора клуба Игоря Кузнецова, он ждет ответ от комитета по финансам и ищет коммерческое помещение, аренду которого Барнаул бы одобрил. Тем временем инвалиды надеются вернуться в большой спорт и, как могут, поддерживают форму. Активно ходят. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе прошло очередное заседание суда по резонансному делу об инвалиде, а как позже стало известно, псевдоинвалиде Дмитрии Лопатине, которого обвиняют в нанесении увечий в ходе смертельной драки на Старом базаре уже осужденному Михаилу Старцевым. Предметом обсуждения на суде стал недавний случай у СИЗО. Там запечатлели нетрезвого Лопатина. Кстати, в тот день Старцево в СИЗО навещали знакомые. Оказался Лопатину здание случайно или сделал это намеренно, пытаясь оказать давление, а также привлек ли суд этот случай к делу или нет, выяснял наш корреспондент. Разбирательство по поводу смертельной драки на Старом базаре продолжается. Напомним, летом 2020 года в ходе потасовки между компаниями Лопатина и Старцево от рук последнего погиб Павел Рохлов. Сейчас суд разбирается, кто нанес увечья уже осужденному участнику драки. Так, в ходе драки Михаил Старцев получил закрытый перелом носа, предположительно от Дмитрия Лопатина или инвалида, как его прозвали в соцсетях из-за палки, которой тот размахивал. Так случилось, что недавно две стороны встретились при других обстоятельствах. 10 августа знакомые Старцево навещали его в СИЗО, когда вдруг услышали громкие ругательства со стороны ворот. Там Дмитрий Лопатин, по словам очевидцев, справлял нужду. Пришлось вызвать полицию. Компания Старцево не верит в совпадение и считает, что инвалид хотел таким образом надавить на знакомых Михаила. Однако, по словам Дмитрия, он просто двигался домой на машине в качестве пассажира и намеренно никого задеть не пытался. Тем не менее, административный акт в участке на него составили. Эту историю в качестве характеризующего материала судья привязывать к делу отказалась. Тем временем суд постепенно движется к завершению. Все свидетели выслушаны, есть даже первые выводы. Так, прокурор считает, что Лопатин должен получить 2,5 года в колонии-поселении. На следующем заседании, 5 сентября, после прений сторон, Лопатин, возможно, получит окончательный приговор. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе случился очередной обвал российской валюты. Стоимость доллара превысила психологический рубеж в 100 рублей. Последний раз он столько стоил в марте прошлого года. Спустя пару дней Центробанк повышает ключевую ставку до 12%. Как повлияет ситуация на все сферы жизни россиян? Об этом моя коллега Анастасия Дороган поговорила с экономистом Андреем Шалаевым. Для Центробанка, для экономики дешевый рубль сейчас выгоден, потому что это позволяет наполнить бюджет рублями в нужном объеме для исполнения всех обязательств. Поэтому к этому шло. Крепкий рубль очень многих не устраивал, хотя в какой-то момент позволял сделать более дешевый импорт для нас. Но это все сейчас пришло к определенной ситуации. Рост начал происходить достаточно активно, что повлияло на инфляционные процессы. И, соответственно, Центральный банк начал это дело корректировать с помощью инструментов, которые у них есть. Да, вот ставку повосили. Как это может помочь? Дорогие деньги. Меньше потребностей, соответственно. То есть люди, которые на дешевые деньги закупали какой-то товар, сейчас для них это становится дороже. Потребность в валюте снижается. Снижаются, условно говоря, спекулятивные какие-то вещи, потому что на дорогие деньги занимать рубли и покупать на них валюту становится менее выгодно. Это все снижает спрос на валюту. Однако в ближайшее время отката курса рубля к прежним позициям по отношению к доллару ждать не стоит. Вряд ли возможен и такой расклад, как прошлым летом, когда доллар стоил 53 рубля. Ведь экономическая реальность спустя год стала совсем другой. В такой ситуации возникает вопрос, как спасти свои деньги. Эксперт разобрал несколько каналов сбережений. Недвижимость – хороший инструмент инвестиций, и его отрицать нельзя, потому что это инвестиция с низкой ликвидностью, то есть быстро продать ее нельзя. Недвижимость – это не спекулятивный инструмент. То есть, когда происходил рост цены, бум был на недвижимость, люди покупали на котловане, дожидались ввода в эксплуатацию, продавали, на этом зарабатывали. А сейчас при снижении покупательной способности быстро продать квартиру тяжело. Соответственно, если человек прогнозирует сохранение собственных денег и условно переоценить инфляцию, которая будет, изменение курса и прочее, но на длинном промежутке недвижимость – хороший инструмент. А если это быстро что-то сделать, классически всегда существовала валюта, золото, те инструменты, которые были привязаны к курсу иностранной валюты. Сейчас с инструментами классическими, типа доллар, евро, в России крайне сложно, потому что есть загородительные тарифы внутри банков, есть ограничения внешние на то, что мы можем продавать валюту, инфраструктурные ограничения за счет того, что огромное количество банков отключены и от свифта, и корреспондирующие счета в валюте закрыты, то есть для некоторых банков валюта вообще недоступна. А валюта дружественных стран и так называемая мягкая валюта, типа юаня, рупи, банки сейчас предлагают эту. Юань, он, курс устанавливается Центральным банком, он не рыночный. То есть Центральный банк может для своих внутренних нужд как понизить курс, так и повысить курс валюты. То есть у них есть коридор, в рамках которого Центральный банк устанавливает этот курс. И, соответственно, здесь можно, с одной стороны, девальвационные какие-то процессы внутри России пересидеть, но при этом за счет того же решения Центрального банка Китая не получить той разницы, как с долларом это можно. Плюс, беря на себя риск, покупая доллара на сегодня и прочее, инвестировать его внутри России практически невозможно. Для населения купить инструменты в долларах, то есть депозитов в долларах нету, каких-то биржевых инструментов в долларах практически не существует. Поэтому, если люди привыкли к валюте, то, наверное, это на сегодня юань, как самый большой объем, который предлагается на сегодня внутри страны, потому что у нас товарооборот с Китаем растет, выручка и юань у нас накапливаются. Центральный банк достаточно большое количество резервов держит в юанях, и он может предлагать его на рынке. То есть, его можно купить спокойно. С Тенге, казахскими, и тут все сложнее, потому что они тоже меняют законодательство. Казахстан пытается и соблюсти санкции, но при этом сохранить дружбу. Поэтому тут такой вопрос. Он незащитный, скорее всего, инструмент. Варианты с индийским рупи. Та же самая история. То есть, у него может случиться такой момент, что вы, купив рупи, не сможете его никому продать, потому что он не очень кому-то нужен. Если у нас будет расти товарооборот с Индией, если рупи будет востребован, допустим, юридическими лицами и прочим, будет спрос на них. Пока есть предложение. Мы продаем очень много Индии с товара, как государство наше, получаем выручку в руки. А вот купить у них, пока мы немного покупаем. А вкладов в юане в России еще не появилось? Почему есть? Уже есть. Ну, там ставка не очень большая. Либо осваивать крипту, да? Чтобы все-таки иметь дело с долларом, но... Криптовалюта – это не фиатные деньги, это же история того, сколько там внутри денег. Это первое. Второе. На сегодняшний день достаточно активно развивается законодательная база регулирования. А как только туда приходят регуляторы, мы видим о том, что некоторые нас отключают, вводят санкции, биржи соблюдают эти санкции, потому что они попадают под регулятора. Тут риски. Ну и история там волатильности, когда все ждали биткоин по 100 тысяч долларов, он вдруг оказался 10, потом все ждали его по 30, он 30 сделал и тут же до 10 упал. Это очень рисковый инструмент по причине того, что этим надо, во-первых, за этим курсом следить, это надо все время отслеживать, и осознавать тот риск, который есть. При такой волатильности, когда он может в разы упасть, вы можете утром проснуться богатым, а на следующее утро очень бедным. С золотом такая же история. Во-первых, золото, наверное, на сегодняшний день на исторических максимумах по цене находится, потому что это был всегда защитный инструмент для центральных банков. При всем при этом золото – это биржевой инструмент. он не является средством обеспечения какой-то национальной валюты, это просто инструмент, который торгуется. Опять-таки, если вы планируете в какой-то долгий промежуток времени иметь золото, это будет защищать вас. То есть золото оценивается в валюте, у него есть биржевой курс, но там не будет каких-то резких изменений в цене. То есть, чтобы люди, точнее, не люди, а центральные банки уходили в золото, должны появляться риски инфраструктурные. Сейчас доходность американских ценных бумаг растет, центральные банки из золота перекладываются в инструменты, которые имеют высшую категорию защиты. Хотя рейтинги его агентства снизили рейтинги Америки, там тоже происходят определенные движения, но это все равно наиболее высоко оцененные с точки зрения рейтингов инструменты. Поэтому перекладываются туда, потому что там доходность выше. Если вам нужны спекулятивные какие-то истории, ну, наверное, это криптовалюта, которая позволяет получить высокие движения внутри. Если вам нужны консервативные инструменты с точки зрения инвестора, рынок ценных бумаг, как показывает мировая практика, с каким-то отставанием, но всегда стоимость крупных активов, таких там, не знаю, крупные государственные компании, они в любом случае потом с отставанием переоцениваются на все инфляционные вещи, которые происходили со страной. Но это может быть там с задержкой, но они в любом случае по курсу вот эти вещи инфляционные, они сохраняют. Продолжим. Каждый второй россиянин считает себя зависимым от гаджетов и интернета. И время от времени устраивает себе цифровой детокс. Портал Суперджоп провел недавно подобный опрос. Причем, чем младше респонденты, тем чаще они оказываются зависимы. Действительно ли проблема настолько актуальна, как обстоят дела с повышенным интересом к развлечениям на просторах сети в Алтайском крае? Можно ли избежать зависимости? И кому игры в сети даже полезны, выяснял Данил Кузнецов. 45% людей в стране зависимо от гаджетов и интернета. Статистика неутешительно растет из года в год на пару процентов. Исключением не стал и Алтайский край. Здесь, по словам врачей, основная проблема в играх, из-за которых все больше людей подсаживаются на цифровую иглу. Ежедневно один-два звонка бывает конкретно по лечению игровой зависимости. Чаще всего обращаются, конечно, родственники к нам. Почему? Потому что сам человек, он не всегда понимает серьезность своей проблемы. Особенно это касается детей. Ребенок сам может не заметить, как стал проводить в гаджетах в разы больше времени. Тем более сейчас многие родители предпочитают закрывать на это глаза в угоду спокойному времяпрепровождению без детских криков. Подросток, по данным медиков, обращается к играм в основном из-за скуки, чтобы выиграть и получить легкие гормоны радости. И только позже начинает отказываться от еды из-за возбужденного состояния. Остальные последствия не заставят себя ждать. Ребенок может стать каким? Раздражительным, гневливым. Все, что угодно. Все, что отклонение от нормы, какие-то депрессивные состояния. То есть нарушение психоэмоционального фона. И данные нарушения могут в дальнейшем повлечь нарушение работы всего организма. При этом медики заверяют, зависимости можно избежать. Правда, взрослым нужно приложить усилия и все свободное время ребенка занять интересными ему реальными активностями, а также минимизировать возможность играть. Максимум до двух часов в день. Кстати, оказывается, среди взрослых зависимых меньше. Лишь из-за плотного распорядка дня. Поэтому, как бы ни казалось странным, для них игры могут быть даже полезны. Ну, я отключаюсь, условно, от внешнего мира. Забываю вот эти все заботы обычного дня. Я просто где-то на игре фокусируюсь, и все, у меня в голове кроме игры ничего нет. То есть отдых такой, в такого морального плана. Однако перебарщивать не стоит. И всегда полезно устроить так называемый день детокса. Желательно на природе. Заскочили поиграть. Завтра обратно домой уезжаем. И уже собираемся на рыбалку уехать, порыбачить на природе. То есть это спокойно. Нету такого, что Wi-Fi обязательно должен быть с собой. Зависимость у взрослых имеет другие причины. В основном, нереализованность в жизни. В игре это в разы проще сделать благодаря улучшению персонажа. Разработчики это знают. И невзначайно вязывают услуги по ускоренной прокачке с помощью реальных денег. Все, что было, я заложил в ломбард. Свой компьютер, ее ноутбук. Ну, все, все, все. То есть и с девушкой они расстались со своей. И долги были, которые родители выплачивали. Долги большие. Когда он где-то через месяц приехал и сказал, Те, Наталья, я устроился на хорошую работу в Новосибирске. Эта история закончилась хэппи-эндом. Однако прежде пациент прошел курс длиной в год. Принимал лекарства для нормализации эмоционального фона, подобно алкоголику или наркоману. Вплотную с ним взаимодействовали и психологи. Как сообщили нам специалисты, на данный момент проблемы игровой зависимости в крае изучены не слишком хорошо. Ведь редко, когда дело доходит дальше звонков о помощи. Тем не менее, если вы понимаете, что близкий человек нуждается в помощи, лучше проконсультироваться с врачами линии доверия. Ее номер телефона сейчас на ваших экранах. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. И снова вернемся к погоде. Дожди последние недели порадовали грибников в Алтайском крае на пике сезон тихой охоты. Этим летом самый знатный гриб белый, который в одиночку может весить до килограмма, встречается очень редко. Сказались заморозки. Зато в лесах есть такие экспонаты, которых грибники не видели годами. Например, оленьи рожки. Профессионал тихой охоты Арсений Никитин уверен. Серьезную конкуренцию белому грибу может составить черная лисичка. Ее ему уже удалось найти. С лесным маньяком встретилась наша съемочная группа. Оленьи рожки в простонародье называются. Ну вот они, молодые. Вырастают достаточно большие, если не метров 15. Оленьи рожки гриб довольно редкий. Растет на Дальнем Востоке, Карелии, Кавказе и Сибири. А его вид ежовик короловидный и вовсе краснокнижный. Этих малышей есть можно, когда вырастут. Арсений Никитин охотится 13 лет и постоянно встречает новые виды. Еще одна находка сезона – черная лисичка, которая способна отобрать у белого гриба звание самого дорогого. Ну если вот он сейчас завоюет, у нас черная лисичка, место свое на рынке, которая начала у нас расти, она будет самой дорогой. Потому что гриб достаточно очень вкусный и очень легкий. То есть, чтобы набрать объем, нужно очень много. Потому что она почти на самом деле не весит. Она такая изящная, тоненькая и ну как пушунка. Он называет себя лесной маньяк. Самая продолжительная охота длилась 4,5 дня. Собирает грибы в крае и горном, Новосибирской и Томской областях. А вы какой гриб любите? У меня подосиновики очень сильные. Я не знаю, с детства самое. Вижу красную шляпку, у меня радость, как у маленького ребенка до сих пор. Просто вы сказали, что вы любите именно охотиться за грибами. Да. Может быть их еще и сложнее искать, нет, подосиновики? Нет, как раз очень хорошо их видно. Красная яркая шляпка торчит всегда. Но они растут больше как-то в болотине, где влажность очень большая. Скажем так, менее приятные в ходьбе. Но вы и до туда доходите? Конечно. Самое проблематичное – это октябрь-ноябрь, когда уже снег, дождь, ливни. Вот там уже отдых перерастает, выживание периодически бывает. Самые грибные районы края, говорит Арсений, троицкий, первомайский, тальменский. Волчихинский – классика. Там всегда есть белый гриб. В низинах советуют искать лисички, на возвышенностях орешки, под листвой, грузди. Это было хобби, а потом это уже переросло именно в работу. В Сочи очень любят, допустим, в Сочи Краснодар любят наши грибы. В Казахстан, Германию. В Германию я отправлял. Потому что алтайский гриб достаточно хорошо ценится. Сейчас лиса полезла везде. То есть много времени не надо. Из-за этого и столько машин в лесах. В пандемии увлеченных грибами стало в разы больше, говорит Арсений. Это и хорошо, и плохо. Кто-то вырывает грибы, собирает краснокнижные виды, мусорит. Мужчина иногда зачищает поляну после таких охотников. И просит всех, кто взял нож, быть внимательнее к тем, кто жил задолго до нас и видел динозавров. Ведь грибам, как виду, миллионы лет. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. Пока туристы, желающие махнуть за границу, подсчитывают, смогут ли исполнить свое желание из-за обвала рубля, внутренний туризм подсчитывает, насколько больше людей прибыли в тот или иной российский город. Есть чем поделиться и Барнаулу. К концу 2023 года число туристов, посетивших краевую столицу, должно превысить 300 тысяч человек. Это официальная статистика. По неофициальной их еще больше. Вместе с популярностью внутреннего туризма в России интерес растет и к Барнаулу. По словам экспертов, наш город перестает быть просто перевалочным пунктом. Туристы готовы знакомиться с нашей историей и культурой. Продолжим сюжет. Больше 300 тысяч туристов посетят Барнаул к концу 2023-го. Рост путешествий на Алтай ощутили с начала пандемии. Поначалу краевую столицу рассматривали как пересадочный пункт. Теперь туристы стали задерживаться и даже прилетать целенаправленно за нашей историей и культурой. С сотовыми операторами мы общались. И вот если брать ту информацию, которую они нам предоставили за один только месяц, то разница говорит как раз в пользу того, что у нас поток на самом деле выше. И выше, ну не скажу, что в два раза, но на 20-30, иногда и на 40 процентов он выше на самом деле, чем у нас официальная статистика дает. Для развития туризма власти создали в конце 2022-го туристический портал Барнаула. В нем топ популярных мест, события, инструкция к карте гостя, дающие скидки. В разработке раздел, посвященный исторической линии. В пик портал посещает по 3-4 тысячи человек. Волна туристов спровоцировала еще одну волну уличных экскурсий, куда приходят семьями, друзьями и коллегами. В социальном плане это, конечно, в основном люди так или иначе связаны с интеллектуальным трудом. Но есть, например, такая любопытная тенденция, когда бизнесмены организуют экскурсии для себя, для своих сотрудников. Данил Дегтярев уже несколько лет рассказывает желающим про Барнаул. С развитием туризма интерес к городу растет и у самих барнаульцев. Изучать любят исторический центр Ползунова, Анатолия, Горького, Нагорный парк, Парк Азумрудный. Людей, да и самого Данила удивляет история о персонале архитектуры. Я бы все, наверное, отдал на то, чтобы встретиться с Суховым или с кем-нибудь еще и спросить у него, у очевидца. Популярные интерьеры спрашивают, что бы ты спросил у Путина, а у нас новая рубрика, что бы ты спросил у Сухова. Ага, точно. Откуда ты взял любовь, которые у нас на Старом базаре стоят? У нас есть экскурсии, например, по застройке Сталинского вампира, когда разбираются архитектурные какие-то элементы, и люди гуляют по Ленинскому проспекту. У нас есть экскурсии по району Поток, у нас есть экскурсии по Нагорному парку, у нас есть экскурсии, которые включают в себя такие характеры иммерсивные. У нас не просто гид, например, эту экскурсию проводит, а человек в образе. У нас есть экскурсия, что экскурсию проводит утопленница. Полутора вековая история сереброплавильного завода. Купцы-предприниматели. Начало народного образования, а много позже эвакуация завода в Барнаул современный. В теплые выходные в центре могут пересечься несколько турпотоков. Барнаул уже присутствует на международных порталах бронирования экскурсий типа Трипстер и Спутник. Интерес растет, дело за инфраструктурой, считают эксперты. Хорошо бы привести в порядок некоторые здания достопримечательности. Я думаю, что некоторые улицы нуждаются в дополнительном освещении. Нуждаются в архитектурной подсветке сами эти здания. Кроме того, в Барнауле выросло количество уличных концертов, музыкальных и гастрофестивалей, культурных мероприятий. Становится больше места для прогулок. Продлевают набережную, реставрируют центральный парк и юбилейный. Турсфера тянет за собой развитие сферы обслуживания, транспортной, пищевой. Бизнес это понимает. Город вкладывает в развитие туризма около 2 миллионов в год. Остальное вне бюджетные средства. Арифметика проста. С привлекательностью столицы края растет и ее доходность. Анастасия Дороган, Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Герои следующего сюжета слушают и смотрят жители самых отдаленных уголков страны. Речь о, пожалуй, самых популярных блогерах Алтайского края. Супругах Луневых уже на протяжении трех лет. Они снимают видеоролики о деревенской жизни, публикуют их в соцсетях и набирают миллионы просмотров. Наша съемочная группа узнала, чем они покорили многотысячную армию поклонников и в чем секрет их успеха. К нам едут журналисты. Еще один сюжет. Так что мы скоро будем с тобой. Ой-ой-ой. Скоро мы будем. Сегодня супруги Луневы с телефоном последнего поколения на «ты». Такие фишки знают в настройках, что молодежи и не снилось. А ведь еще три года назад не знали, что такое смартфон. Кнопочный телефон вот с чем располагали. Но даже так умудрялись снимать контент, который набирал сотни тысяч просмотров. Первое видео выстрелило. Был 45 или 46 градусов мороза. Я поехал в Барнаул и люди грузились в оклу зимой в поле. И тут какая-то была, по-моему, то ли заварушка, то ли что в Казахстане. Может, я ошибусь, но какие-то митинги были. Ну, я встал, снял. Говорю, вот этим людям некогда ходить на митинги, им работать надо. Мороз 45 градусов был. И по нашим подписчикам было 23 тысячи просмотров. 25 тысяч было просмотров прям за сутки. И с тех пор понеслось. Только в ТикТоке Луневых смотрели полтора миллиона подписчиков. Видеоконтент с домашними рецептами и деревенскими хлопотами в одночасье покорил всю страну. Пойду Люсю проверю. В теплице работает. Жарень капец, не знаю, как она там бедная. Колонка у ней как всегда. Ой, тут джунгли зовут, Люся. Ой, жарень, сейчас работать надо. Вопрос. Куда вы столько жрёте? Сало, я имею в виду. Клиент привёз. У него надо спросить, куда вы столько жрёте. На самом деле серьёзный вопрос, потому что человек работает в поле. В сумке за уборку она у него помаленьку разойдётся. И хобби, и работа. Ролики принесли и славу, и первую зарплату. 30 тысяч рублей. Блогеры из села Макаревка Топчихинского района осуществили свою мечту, которую вынашивали 15 лет. Мы собирались весной в Питер ехать, лет 15 собирались. Мы просто вложили эти деньги в сумму, которую отложили на Питер. И вот я в марте получил, прямо в начале марта выплату эту. А в конце марта мы купили билеты. Кстати, она налогом уже всё, как можно официально показывать. То есть она, налог уже сняли с неё. С популярностью пришли и хейтеры, на которых уже не обращают внимания. И поклонники с поклонницами. Подписчики засматриваются на талантливых блогеров. Муж и жена не успевают отбиваться от повышенного внимания. Тётечки пишут в разного же возраста. И молодые, и постаршные. Пишут, у вас там таких ещё мужиков нет в деревне. И мы говорим, нет, нету таких мужиков. Таких мужиков надо было в 20 лет брать, когда ещё мы молодые были. И жить с ними на протяжении 30 лет. Она сторожевой охранник, он пожарный военной части. Сутки работают, трое дома. Трудятся по хозяйству, снимают видео и зарабатывают на нём. За один пост им предлагают не меньше 4-5 тысяч рублей. Получается приличная прибавка к основной зарплате. Кто-то попрыгал перед камерой. Да, это всё не так-то всё. Просто, кажется, выходных не бывает. Если какие-то куда-то уезжаешь, в резерв обязательно 5-7-10 видео. Обязательно должно быть. Почти 90 тысяч подписчиков на Ютьюбе и около 20 тысяч в Телеграме. Сегодня Андрей и Люся Лунёвы, именно так называют подписчики своих героев, продолжают развиваться в социальных сетях. И призывают земляков. Главное, говорит Андрей, не грузить зрителей своими проблемами. А непринуждёнными и честными разговорами отвлекать от трудностей жизни. И для людей хорошо, и для блогеров открываются новые горизонты. Валентина Аскерова, Владислав Ковалёв. День с толком. И к новостям спорта уходящей недели. Контрольные матчи хоккеистов «Динамо Алтай». Успех наших легкоатлетов на сильнейшем турнире «Королева российского спорта». А также очередной серьёзный поединок для футболистов. Смотрим. Хоккеисты «Динамо Алтай» вернулись из Новокузнецка, где проводили серию контрольных игр против местной команды «Металлург». В первом поединке наша дружина уступила 2-0. А вот в ответ на матч алтайская команда обыграла хозяев 4-2. В составе «Бурнаульцев» отличились Даниил Тютчев, Егор Анисимов, Никита Миллер и Илья Каргин. У «Металлурга» дублем отметился Евгений Сорокин. Два матча было для нашей команды очень хороших, очень таких показательных в плане того, что наша команда может играть с любым соперником и показывать хороший, достойный хоккей. В Екатеринбурге завершился финал профессиональных соревнований по легкой атлетике королева российского спорта. Для сильнейших легкоатлетов страны это последний старт сезона. Так, алтайский легкоатлет Савелий Савлуков добился победы на дистанции 400 метров, а Сергей Шубенков взял бронзу в забеге с барьерами на 100 метров. Пока что это все результаты, которыми может похвастаться алтайская школа легкой атлетики. А теперь анонсируем интересное спортивное мероприятие. 23 августа нас ожидает футбольный бум. Одна 128-я финала Кубка России. Это самый крупный турнир нашей страны по футболу. «Динамо» и «Барнову» прошли одну стадию, обыграв местный темп. Теперь на очереди банда из Новосибирска. Игра состоится на стадионе «Динамо» начало в 17.00. Дмитрий Дроздов, «День с толком». А на этом у меня все. Если у вас есть интересные и актуальные новости, звоните по телефону нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Мира и добра всем и до встречи. Продолжение следует...